Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии заинков на морской карте Архипелаги в Seedmers Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к началу, ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать просмотр не с середины, а с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра. Слушайте, может еще куда отправить первого посла? Может в один из... в одну из ГГшек? Женева, кстати, прикольная, она по-моему дает... Плюс 15, когда не ведете войну с другими городами-государствами, но... Давайте первый посол. Трех и... И-и-и меняем опять дальше на два влияния. Морские юниты. Соседство гавани мы точно оставляем? Пока даже кампус не ставим, еще ничего не построено. Ну я бы, может, уже убрал соседство. Я бы, может, на караваны поставил. Ну вот тут еще... Если промышленной зоны нет, удовольствие в городах с гарнизоном. Кстати, вот это интересно. У меня, по-моему, практически во всех городах стоят гарнизоны. Вкуса только нету. А вкуса нету, потому что надо привезти. Так, ну вот это, я думаю, уже... Я еще подумаю на поводу этого острова. Но тут как-то уже араб плавает, и, возможно, он его заселит. У араба уже армия такая приличная. А у араба такая приличная армия для чего? Для дефа. От кого? Ну я лидер, что мне делать, слушай. Я причем не собирался быть лидером, это из-за этого. Из-за вольнодумства. Я постою здесь. Да капец. Да я не ожидал, что так много новости будет, если честно. На религию возможно, я все еще надеюсь на религию. Давайте глянем, что никто четвертый его не делает. Ее. Да, только... А нет, кто-то... Нет, все правильно, трое только сделали. Тамарканд. Ничего, Самарканд. А, что-то там строить могут строители. Ну такое. Блин, не знаю, я бы, наверное, тут все-таки поставил город. Блин, мощь, рукопашный 15. Меня же завалят тут. Слушайте, тут, наверное, вместе с поселенцем, чисто, надо высаживаться, просто, чтобы сразу поставить город. Блин, мне нужен какой-то юнит все-таки еще туда, мне кажется. Так. Блин, где еще прокачать? Надо все-таки в наемники идти. Сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне нужен еще один юнит наземный. Кого? Правда. Ну я бы еще тяжелую колесницу. Только давайте, когда мы с тремя отменим. То это рыцарь будет строиться. Ну давайте уже ученичество откроем, господи. Не знаю, когда я тут... Давайте уже на золото отправлять. Что у нас тут прокачалось? Квадриремка уже. Ну приятненько. Так. Давайте тогда, может, тут высаживаться будем. Пока. Ну ковдирем, конечно, тяжело уже бить. Это уже устаревший юнит. Во многом. Ага, все-таки араб решил тут город ставить. Жаль. Ну, поплыли. Значит, у нас тут осталось. И, не знаю, тут еще место есть. Но стоит ли, я не знаю. Стоит ли. Блин, Мачу-Пикчу, конечно, было бы приятно построить. Вообще, на самом деле, маловато гор для инка. То есть я смотрю, что у американца не меньше, например, да? Не вижу, правда, у араба гор. И не видно, где у нас, собственно, венгар и... Ну, последний игрок, я уже знаю, что это скиф. Скифы выпали. Слушайте, так, я все-таки в золотой век могу опять выйти. Надо бы железо использовать. Так, для... Каравелла аж там. Ну, кстати, Атиньо и Астарот. Так, что-то я слышал, апгрейд какой-то происходит. Серьезно? Американец на меня нападать будет? Да. Что, голосуем? Плюс 100 за промку и минус ученым? Нет, минус 50 за промку. А что, бою? Да, сейчас на меня американец нападать будет. Так, у американца тоже будет минус 50 за промку? Ну, у него уже есть армия. А мне построить надо будет. Да, может, за деньги с ней... Не, ну у меня все караваны к американцу бегают. Удваивает очки великих людей этого класса. Ну, я не знаю, мне тут вообще пофигу, честно говоря. Так. Что я тут могу сделать? Мне надо... Будет... Купить три бушеты. Четыреста. Надо будет с кого-нибудь денег попросить. Не знаю, пускай флотоводец удваивается. Стены. Так. Средневековые стены тут ставим. Ну, я правда не знаю, это как бы такой бред. То есть у меня захватывает столицу и все. Так, надо рыцаря открыть, несомненно. Тут надо поменять... Блин, 150. Ладно, один ход подождем. Апнуться надо... В арбалет. Араб, предложение. Индус, предложение. Следующим ходом нападает. Ну, тут он купил у Лохора... Вот, я не знаю, о чем паникует. Я просто построил пару этих Харвелл. Всего лишь пару Харвелл. Ну, то есть, давай так. Если ты следующим ходом не нападаешь... Я наврал. Вмечка. Тут просто так, да, столько очевидно, как бы... Честный человек. Мы все тебе доверяем, Даша. Надо будет поменять места. Значит, здесь я куплю... Уже есть юнит такого класса. Требушет нужен. Потому что осадные юниты лучше всего работают против... Против морских юнитов. Мне надо поменять местами с арбалетом и апнуть рыцаря. Видите, 60 силы сразу. И тут... Где, 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 где? Ну, тот город. Ну, что поделать. Пока забирает. Ну, дело в том, что только этот город из столицы. Все. 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 Поэтому... Я не знаю, зачем американец тогда так на меня нападает. Я по той же причине как бы на него не хотел добавить, что тут только Вашингтон и Чарльсон. И как мы дальше вот эти города, например, брать? Велкие, давайте. Очень странно. А, вон плывут каравеллы. Ладно. Ладно. Что-то он тут все-таки делает. Ну, мне главное столицу удерживать, в общем-то. Эх, фак. Не могу... А, вообще мне бы в олигархию, наверное, поменять. Даже не хочу обстреливать, чтобы он бонусы не получал. Потому что эту одну... Можно... Стрельнуть. Причем религиозный. И, кстати говоря, алмазы у меня есть. Ну как уж. Выбери себя. Мне бы только вино, но оно у тебя одно. Блин, откуда столько денег, интересно. Кого убили? Ну, там галера... Что поделать, как говорится. Так, тут плывут. Ну вот у Эль-Каламон тоже, наверное, упадет. К сожалению. Валетты у нас нету совершенно случайно. Это он точно заберет город. Так. Ну, мне бы вообще 400 монет. Попробовать требушет все-таки там купить. Или не стоит? Подождите. Так, вот тут я стены зря не поставил строиться. Тут просто нету смысла пока без требушета обстреливать. Так. Так. Продолжение следует... Не, ну как видите, прикольно. Столица не берется, а вот то все заберется. Да блин, почему? Ну надо отправлять, не смотря то, что он может это грабить. Тут видимо придется вернуться хоть как-то. Надо помочь в защите. Бессмысленно тут высаживаться. Так, где у нас фиган? Как он далеко вышел? Так, ну надо в бомбарды, очевидно. Да, там ваншотаются. Олигархия. Алексей, а можно узнать, ты специально этот морский ресурс и не обрабатывал? Какие? Ну, крабов там... Ну, видимо, и только недавно добавилось. Да блин, где этот... Просто еле успел, как говорится. Так, сколько стоит купить рыцаря? Четыреста сорок. Индус, предложение. А ты уверен, что я увижу их? Ну, окей. Ну, там еще сейчас... Венгар, предложение. Живаю? Да. О, я успею стены построить. Вау. Кайф. Так, тут, значит, покупаем рыцаря. Опять же, не берется. Так, отступаем. Все, видите, я успею тут стены сделать. Фух. Ну, как видите... Не получается... Ну, то есть, чисто подгадить. Американец, ты все еще уверен, что это хорошая идея была? Вот тут нет твоего в чате. Почему-то. А он чуть периодически заходит, выходит. Привет, микс. Привет. Так, у меня два... Наверное, никуда не отправляем. Так, стены достроены. Тут кампус военный. Я разграбил гавань. Давайте требушет. Ну, ладно, пока не будем отправлять караваны. Так. Не знаю. Слушайте, мне араб дал военный союз. Неужели там араб... То есть, американец напал на меня даже... Ну... Не подготовившись, что, например, на него араб может нападать? Получается так. Да, блин, когда хоть один юнит я убью. Приходится везде стены строить. Слушай, араб, а ты мне дал союз, который когда заработает? Да, уходу. Ну, американец неправ, конечно. Хотя он может думал, что он к этому моменту меня заберет. Так, а я могу требушет в бомбарду переделать, да? Не, ну вот эти города каравеллами не берутся. А... Очевидно, что араб заберет просто сейчас американца. Ну, то есть... Человек пришел дуэльку со мной поиграть, очевидно. То есть, ну, мысль дальше, чем забрать халетку, просто не бежит. Тут даже не делая... Знаете, в чем? Ой, если обработать... Блин, мне надо убрать обработку тут. Дело в том, что... Города на разных территориях, понимаете? И он просто не в состоянии меня нормально забрать. Получается. Так, что он тут стоит? Плюс 6 оборонительных зданий. Вот тут мне какая-то хрень стоит. Осадных юнитов там надо было, наверное, ставить. Так, тут. Бомбарда. Нет, давайте я сначала эту лапнем. Кате на ап можно поставить карточку. Вот содержание юнитов, место содержания, скидка в стоимости на апгрейд. Ну, блин, ну, это хрень, ну... То есть... Меня возмущает даже не то, что... Не то, что меня заст... Там, американец, мы могли бы с ним замириться. Сейчас. Американец, сейчас есть возможность замириться. Ты мне сейчас вот все отдашь, иначе у тебя сейчас араб заберет. Араб. Да. У тебя винишко есть? Ну, 3 предлагаю, 4. А его нету все еще, да, в чате? Ну, 8 нет. Понятно. Ну, а нет, и сюда нет, получается. Правильно? Вот, и вернулся. Американец, есть возможность еще замириться, иначе тебя араб заберет. То есть меня смущает, что это просто вот отдача победы, скорее всего, арабу, потому что я, например, не смогу с ним соперничать никак, получается. Да, блин. Так, пикинеры 45, улицы и пикинеры 55, а рыцари 50. Сколько стрельцы и пикинеры стоят? 500. Ну, ладно, американец со мной не разговаривает. Что ж тут сделать? Там и все грабит. Ну, грязно, Венгер, грязно выкупил у меня черепашек. Ну, у тебя, смотри, разные черепахи, два, три, а у меня не одно их. Страндливо. Я готов был тебе их продать. Зачем их? Как у пальца, если могу их купить? 12, а тут 8, ладно. Ну, это грязно. Ну, то есть я потерял один город. Согласен. Всего-то. Сказал челень, у которого 5 штук. Слушайте, давайте... Рисок у меня осталось квадрилем. Только одна, наверное, осталась. Так что лучше... А тень ее? Простите. Простите. Я тут 55 дальность стрельбы, а у арбалетов 40. Так, тут роща и не построена. Кидай пригласно на войну. Блин, не убивай. Блин. Он вылечился. Ладно, подержу тут строителей. Эх, один ход не хватает. Два очка, да? Кидаешь приглас. Блин. Сорян. Ну, я не вижу ничего хорошего в том, что араб объявляет войну американцу, потому что он просто сейчас заберет американца. Потому что американец решил вот со мной дуэльку поиграть, вообще не понимая ситуацию на карте. Опять, в очередной раз. А, теперь понял. Да. Астарот, я там тебе два хода предлагаю мир, потому что тебя сейчас араб заберет. Ты вообще это не слышал? Нет, честно говоря. Круто. Зашибись. У меня дискорд меня подлагивает. Уф, интересно. Блин, ну, если я успел уходить куску, бы следующим ходом падал. Не думаю, что он бы сейчас падал следующим ходом. Ну, три капера ударило бы и плюс три каравелла. Мне кажется, каравелла одна бы умерла. Ну да. Ну их там фига. Даже если ты убьешь, чтобы он умер, он как сейчас ударил. Что-то ничего не изменил. Вот видишь, еще бы одну. Ну, я бы отбил его. Хорошо, сейчас буду отбивать. Кайф. Мне непонятно, просто зачем ты это делаешь, если тебя потом заберет вот араб. Ты дуэльку пришел со мной поиграть? Ну, смотри, какая карта получилась. Я что должен здесь сделать? Ну, развиваться, либо так подготовить, чтобы араб на тебя не нападал. Не знаю, что тебе надо было делать. Я даже не видел его. Я даже его не видел. Я даже не знал, что он где-то ряду. Ну, кайф. То есть нафиг разведывать территорию. Ну, я разведу в другую сторону, а влево плавал. Ты... Ну, как... У тебя араб в четырех... В трех клетках от твоих границ. Снизу, так понимаю, да? Но я его не видел. Ну, ты не расследовал территорию. Напал на меня. Согласен. И ты сделал так, что теперь победил араб в игре. Думаешь, он победил? Не знаю, но... Судя по его развитию и тому, что он заберет американцев, очень неплохого. А я вообще ничего не могу сделать теперь. Я думал, тебя вообще быстро захватить, как бы, и сидеть там, череп, на этом мосте. Ну, да, конечно. Я... Обычно же меня быстро захватывают. Ну, типа, если уж там прямой говорит, то... Просто моя ошибка не доставила этого. Что? Я не слышу сейчас. Я говорю, просто не доставок опыта сыграл. Надо было кайперы строить, а не каравалу. Нет, Сесси, ну-ка, хорошо. Вот даже, предположим, ты меня быстро захватил. Если он приходит араб с другой стороны, который более развит, чем ты, как ты можешь сидеть чилить? Ладно. А у араба что, соседей нет? Нет. У него два соседа воюют или воевали между собой. То есть они явно не конкуренты. Почему? Я не говорю. Они сейчас еще воюют. Еще и воюют до сих пор. А... Идеи стоит далеко, нет? Идеи – далеко. Я? Я? Я – далеко от него. Смогу ли я протоковать? Может, убиться рыцарем обкуской и проатаковать следующим рыцарем? Давайте. Блин. Чуть-чуть не хватило. Ну, у меня уже нету смысла мир заключать опять. То есть у него был шанс договориться, теперь уже бессмысленно. Ну, найс, поиграли, че. А, кайф. Да, ну... Молодец. Ну, это... Это вот... Знаете, очень часто я вижу в FIFA-сериалах у меня в комментариях пишут, а почему вот там на Холецкого не напали тогда-то и тогда-то? Вот это почему вы не забрали? Вот и вам пример просто. Вы должны понимать. То есть вот он полностью готовился чисто со мной повоевать. Вот он просто шел в это. Я в это не шел, потому что видел расположение его городов и... где находятся остальные игроки. То есть у меня было просто... Потому что при использовании он давит пау плюс шеста. Это так очевидно, что нам надо с ним дружить, союзиться, когда основной лидер у тебя под боком. Я не ошибаюсь, плюс три всем... Невозможно в шестой цивисе игрок умеет играть, в принципе. Вот прям... Когда ты идешь на равных забрать человека. То есть, видите, я поставил стены и рыцаря купил, и эта защита уже не позволяет за несколько ходов забирать армаду. Сейчас еще сделаем. И эта защита уже не позволяет забирать людей очень быстро. Но не по мнению американца. Он думал, что он меня заберет, и все, и как бы все остальные будут сидеть. А араб к арабу просто выгодно пойти. То есть, что мне надо было не заключать, например, военный союз сейчас с арабом? Ну, то есть, я предлагал, сейчас вы слышали американцу, типа, давай мир. Сейчас тебя араб заберет. Но он бы не успел все равно, его бы араб все равно забрал. То есть, это просто непонимание игроком того, что происходит. Причем у араба, ну, может, у Орлеана еще и поотваливаются, а эти все города у него останутся. Ничего не отвалится, к сожалению. Ну, каравелла. Так, а где у нас там каравеллы вообще? Понятного араба крестовый. Он собрал свою победу побеждать. Если кто-то там воюет, я советую вам милицию, как бы, и начинаю что-то делать. Я тебе советую в следующий раз карту открывать и понять. Ну, сейчас никто не может арабу ничего сделать. У него два соседа с той стороны, венгры, скиф, воюют между собой, а ты еще сделал, что остальные два соседа сверху еще повоевали между собой. Еще и счета вышел, когда война идет. Говорю, давай мир заключается с араб нападет. Мир, война, араб. Я не вышел, у меня просто подлогалки скорб. Не открывай. Ну, понимаю, не знаю, как я признаю. Надо было посмотреть, что не знаю. Что-то есть понимание, когда вы, когда на вас не нападут. Потому что то есть ты продолжаешь, да? То есть все равно пофигу, что там забирают. А он его не остановит. Он его не остановит. У американца нету религии, а араб с крестовым походом. Там он уже все обращает. Ну, хотя бы поплыть туда какие-то юниты побить. Я поплыл, не переживай. Не видишь, что он его не остановит. Ну, то есть, ну, ты все равно продолжаешь мне обстреливать, да? Города и захватывать. Ну, я потратил усилие, чтобы тебя захватить. А ты сейчас предлагаешь. Так ты проигрываешь, тебя сейчас захватят. То есть, ты и сам умираешь, и еще одного игрока выключаешь все равно. ты уже выключен, у тебя куску мертвы. Понятно. Ну, я когда на Японии играл, я два раза делал свою столицу, и при этом был еще ой-ой-ой, топ-2. Ну, в общем, ну, это... Ты там за Японию смог камбэк эпичный сделать, однако. Просто вот вместо того, чтобы лидер был... Очень, по-моему, я даже выложу эту партию просто, потому что это очень красноречиво. Когда человек не понимает, что происходит. Мне интересно, он сможет по лояльности это мои города как-то приватизируют, так сказать. Конечно. Теоретически, да. Он, Чарльстон, Вашингтон и Балтимор больше никуда не будут отваливаться. Не, ну, если далековато, по-моему... Это еще, кстати, к слову, зачем ты мои города забираешь? Так бы хотя бы мои еще влияли на него. Так, сделаем армаду. Мм, Чакуита начинает отваливаться. А сильно? Нет, пока это терпимо. ладон. Ладно, что? Я не могу использовать трейлере квадеркуль. я тоже что что не можешь великого торговца нигде использовать везде гавани стоят а у тебя на этого на торговые пути что она на торговые пути обида но хотя бы плюс 5 не будет араб против него иметь но это блин очень тупо было со стороны американца будем надеяться хотя бы на индуса сейчас что-то сделает он это было очень-очень тупо так давайте сюда глян гавани ремонт заповедник ремонт так ульям а человек мало тут жителей аж вроде ты за горение что ли но он ну забирает американца потом меня судя по всему но это как бы просто как дважды два как говорится надо тут бомбарду и рыцаря прекратить строить надо бы рощу купить так и надо караваны отправить индус предложение ухо заложила еще предложение до одного города дотягивается американец предложение ну промышленная зона тут хотя может все таки здесь строить промышленную зону я не знаю водяная мельница нет тут надо вообще этих строителей еще предложение я поставлю здесь чтобы потом еще тут было место все таки для города убрать из очереди чтобы случайно не начало строиться снова ой блин 43 40 42 34 американцы критерия только налево сходил пред меня увидел и давай армию строить готовится писать вот он на комменный напал на восьмидесятом 80 ходов готовился к тому чтобы на меня напасть это же фуфа блин тут я арабы не нападал если бы возможно у него были бы соседи которые что-то могут ему сделать но у него соседи тоже друг с дружкой воюют вот здесь скиф с венграм так мы знали нужны ли мне уже каравеллы ну а шо мне тут еще открывать нужны каравеллы еще и рыбацкая лодка денег начинает давать дед бородец запретный город так узко в рост хотя бы хоть как-то так рощу покупаем здесь наконец-то блин вот эту бананы надо убрать зато посмотрите как быстро пал американец просто трындец или сколько араб будет меня забирать через десять ходов как очень очень хорошо по таймингу все им хом молодец я вот и думал я на самом деле думал что араб будет на американцевать просто сам по себе я думал что американец скорее всего к этому готовится просто когда я увидел что он вот здесь апает флот это было понятно что он не не на араба готовится на меня иначе бы флот у него здесь стоял я бы ему помог тогда с арабом ну еще и даже 2 я думал что американец не готовится нападать на рабы ну потому что араб на него нападет вот так лучше сказать но очевидно я что-то плохо в этой игре знаю об этой игре ну а чарльсон ты отобьешь хотя бы да так но в торговую республику можно убирать содержание юнитов дальше бонус соседства для бонус соседства для кампуса все-таки дальше торговая конфедерация 17 монеток и плюс два влияния и универсальная ячейка нера тоже торговая конфедерация только два каравана правда центр коммерции но можно сказать еще гражданский авторитет вот в двух городах повысит счастье как у ним вон товаре например да только час красиво будет ничего не обрабатывал сейчас пройдет пройдет пожар а хорошо значит мы вдвоем воевали там двое воевали есть еще один игрок один игрок где находится он далеко от солдин ну ну скажем так они на одинаковом расстоянии друг от друга то есть он не нашел что ли но он далеко но ты индуса не нашел да не я нашел америка ну и у индуса чуть меньше то есть он развит примерно как араб но дело в том что араб сейчас нас заберет я думаю что он после тебя меня заберет и у него все будет хорошо а индусу то забирать некого он не будет и он не поплывет с арабом воевать от слишком далеко арабу могли бы может что-то сделать вот другие там ребята которые между собой воюют и сядет договоренно так паша там бою это очень громко сказано ну дед бородит тоже ничего так выглядит пока что это за каравала приплывал как бы венгер меня не особо бьет наверно больно так что ему это развитию как бы вряд ли мешает ну венгер если ты там замуж что-то раб еще с другой стороны сделать могу отбиваться что если ты мог арабушить с другой стороны сделать мы были бы так счастливы потому что у нас я заберет по очереди так вон товаре строители сделать я смотрю плывет одна каравелла с этим фото вот сам я просто ничего сделать не могу к 1 стреляет там просто одну 30 может носят я честно говоря думал думал что ты понимаешь что араб будет на тебя нападать он бы на тебя нападал в любом случае атаковал бы ты меня не атаковал бы и что ты готовишься именно с ним воевать но конечно если разведки нету то чё тут кстати а катера у нас где может мне тоже все таки что захватывать преслов почему потому что там я во первых дает плюс 2 лояльности он вкусный там два люкса вкусно ну смысле один но две копии тут все все ресурсы пограбил так давайте думать что мне сделать чтобы дед бородит я не забрал ойдет бородит арабу и если человек продеваю это надо выйти надо во первых стену возрождения построить еще с не нравится дайте пузиками теряться ты захватываешь крышку захватываем бандар брутой от два чая хочешь я снова чем поделюсь город есть город венгры черепахи и так у меня тебе так нужен преслов ну я туда тратил послов я туда тратил дебильного не ну это конечно прикольно так может мне все таки веру попробовать основать то есть уже шпиона понапихал саладин прикольно а почему база базовая мощь каравеллы саладина 55 а у меня 50 может у тебя раненая дурал этот как его а как вообще вообще 55 а у кровала тоже 50 до 55 то есть это у тебя что-то меньше алиэкспресса фрегат нафиг нужен честно говоря давайте порох попытаемся так оружейно не ну тут кроме как стены его славы вековье строить нет никакого другого решения ну флота у меня кончается все что могу сказать ну это вопрос это же вопрос времени только ты нас замедлил ну как ну собственно мы реально ничего не можем ему сделать по-хорошему мне кажется тебе надо как-то укрепляться в вашингтоне какие-то стены ставить и именно от защиты играть сейчас виктора туда так один заряд лучше виноград обработаю если поставить город так чтобы еще сюда влез опа опа как и россии в вашингтоне бьются нормально саладин поделись погоди немножко с бомбарды приедут авианосцы у тебя американец есть шпионы а кстати вот такой интересный вопрос когда я шпиону сажаю свой город и например на мой город нападают я получаю плюс 3 когда это было мощь или нет причем тут нахождение шпионы для плюс 3 надо повысить видимость шпион скую это переиллюстрировать почту это ты можешь сделать только в чужом городе думаю просто что мне тут ну довольство америка блин подожди а кто нибудь еще воюет с саладином нет понятно а венгер ты можешь как нибудь объявить ему войну чтобы я плюс 5 получил да венгер хочет со мной воевать непонятно за что за прислаб господи больше я тебе чай потом буду один штук отдавать давай мне два чая в смысле два чая центр коммерции нет священное место надо все таки попробовать сделать нет ради религии ради того чтобы только вопрос в каком городе может в куска здесь хотя бы поставить ну блин куска сейчас у меня вообще слабо производственный а ну и тем более тут я не могу ставить потому что нету места для районов да позорное отступление сдаем города ну у тебя благодаря тому что у тебя вашингтон большой тебе главное чтобы он вашингтон ни разу не взял большой вашингтон лишь у него все города вокруг по лояльности отваливаются и по идее ну то вашингтон вряд ли по лояльности отвалится он 13 сдерживаешь вашингтон а он не получает особо бонусы потому что они оккупированные получаются так еще торговый путь давайте глянем но мне надо наверное на деньги или может из куска на еду ты покупаешь юнитов за веру или за золото ну пока за веру можно и за золото в принципе ну он морские не может за веру покупать он только наземные за веру да нет именно вот он просто террасирует спамят как не всегда здесь ну наверное все таки к американцу надо в вашингтон отправлять поставить кстати карточку на на это дело и чтобы он тоже получал производство что лучше купить мушкетеров или требушет или арбалет для защиты города мушкетера чтобы он повысил его силу а если атаковать морские юниты то требушет а как-нибудь типа что-нибудь чтобы контратак контратаковать террасиров ну тогда стрельцов и пикинеров а в принципе военную науку могу выйти а ну как 30 ходов так оттуда запущу караван так и где у нас реально дипломативная дипломатическую службу так я тут ради каперов что вот золото наверно от всех я отступила от пресс-слова я не буду захватывать хрен с тобой да давайте надерем ему жопку арабскую его исламисту этому на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока